ну что всем привет сегодня очередное интересное путешествие вещаем мы из латвии из города рига и у нас начались весенние детские каникулы поэтому мы с детьми по традиции отправляемся в каком-нибудь интересное место в этот раз мы отправляемся на три дня и две ночи и выбрали мы в очередной раз остров сарова который находится в эстонии маршрут у нас займет примерно из города риги 5 часов езды и все путешествие я думаю что везде где вы не путешествовали по балтии лави литва эстония имеется ввиду то путешествие на семью вполне можно уложиться сто сто двадцать евро в сутки все включено поэтому если мы едем на 3 дня мы планируем потратить это в районе 300 350 евро но собственно говоря мы выезжаем и посмотрим что у нас из этого получится и уложим сегодня мы в эту сумму или в этот раз немножечко сэкономим но главное у нас не экономика в голове а главное у нас хорошие ощущения и действительно отдохнуть а планы у нас большие мы хотим посетить и спа и может быть даже аквапарки замки ну все что попарется под руку поехали итак мы проезжаем от реки ровно двести девятнадцать километров а дорога идеальные все время прямо и на двести девятнадцатом километре поворот резко уходит налево и мы едем в порт это паромная переправа называется бирцу но и тут она выглядит примерно так дорога военную часть такая уже заплаточками лес и попадаются старинные каменные церквушки православные мне так кажется или католические там уж не разберешь но до поворота на бирсу дорога идеально можно выжимать примерно 120 130 если аккуратненько полицейские правила не стоят она очень безопасная а вот как объезжаем сюда кстати вот и первые чудеса смотрите что это такое горит лес вот так выглядит очередь на паром то есть заезжаем под шлагбаум переправа туда и обратно стоит 12 с половиной евро неважно сколько человек вашей машине вы платите только за машину то есть 12 половиной евро я думаю это очень даже дешево единственное что нам не повезло погода тут испортилась и тут жуткий туман то есть мы сейчас поплывем на корабле а вокруг нас будет молоко то есть не насладимся мы этой уникальной природы этого острова но мы это можно посмотреть предыдущих видео либо у других блогеров довольно красивые шестер на пару а сейчас направляемся вот это кафе потому что ждать 40 минут арома очень дорого но долго лучше за это время покушать что-то и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Промежуточно подытожим Мы заправили бак на 60 евро И покушали на 15 евро А заплатили 12 евро за паром Это на сегодня, а день уже идет к концу Потому что мы проехали 350 километров Поэтому нас впереди ждет, наверное, аквапарк Вечером сходим в какой-нибудь шикарный ресторанчик И отправимся в спа, в бане И отдыхать, дрыхнуть Озеро Калия хорошая штука Чтобы глазки после дороги немножко отдохнули И как-то развеяться А то сидеть Ну, примерно 3 часа мы сидели Что-то в этом роде Все-таки время занимает Поэтому неплохо размять ноги И побегать с детьми По метеоритному озеру Отправляемся в город Курисара Здесь тент, на котором сказано буквально следующее Что метеорит этот прилетел сюда в 1922 году Искали его где-то порядка 17 лет Потом все-таки нашли его В 1037 году Совсем перед войной Нашли куски вот этого метеорита Ну, а после этого уже залило водой И смысл там искать уже никакого нету Я думаю, современной техникой его нашли быстрее Ну, как есть, так есть Музыка 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 Ракушечник. Самые традиционные сувениры, конечно же, это изделия из доломита, которые из местного делаются здесь. И еще есть такая фишка офигенная, я покажу ее, это сделано из можжевельника. То есть такие штуки из можжевельника, и они как бы, когда огонь с ними реагирует, либо в сауне, либо на сковородке, они пахнут очень красиво. Офигенно, понимаешь, как пахнет. Прикольная штука, да? Штуки, видишь, всякие приправки делать? Ну, разумеется, во сколько места известно, здесь есть и небольшой музейчик такой, в оформленном интересном, красивом стиле, и, разумеется, и отель, и ресторан, и целый комплекс. Ну, как всегда, вроде, когда есть какое-то хорошее, такое замечательное место, уж там точно найдется место для сувениров и для того, чтобы рассказать туристам об этом замечательном месте. Но нам, к сожалению, не повезло, и сегодня мы не застали никакого скуса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok